630 жителей городского округа Люберцы официально имеют статус безработных. Чтобы помочь им в трудоустройстве, Центр занятости населения провел ежегодную ярмарку вакансий. Кроме работодателей, на ней можно было встретить представителей средних и высших учебных заведений. Подробности знает наш корреспондент. Жительница Люберец Татьяна Могилёва уволилась полгода назад. Одна из причин долго добираться до работы. Решила искать новую в пределах городского округа, чтобы не терять время на дорогу. Ради этого готова даже переучиться на другую специальность. По образованию я экономист, но случилось так, что я давно по этому образованию не работала. И последнее место работы, долгое место работы, более 17 лет я была в торговле, то есть ритейлер и так далее. И я вот думала, что может быть даже попробовать чем-то заняться другим, чтобы было бы интересно. Поиски новой, интересной и близкой от дома работы привели Татьяну на ярмарку вакансий. Более 20 организаций различной сферы деятельности заявили о наборе сотрудников. Всего на сегодняшний день в городском округе Люберцы около 1300 вакантных мест. Медицина, очень много неквалифицированного труда. Это подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, швеи, водители автомобиля, автобусов. То есть вот эти вакансии на сегодняшний момент актуальны в нашем городском округе. Я допускаю, сегодня целый ряд предприятий приостановили свою работу, потому что нужно время, чтобы найти замену этим поставкам. То понятно, что людям нужно где-то искать работу. В целом потребность в людях есть. Каждый, кто хочет найти работу рядом с домом, сегодня такая возможность есть. На ярмарке вакансий можно было найти не только работу, но и место учебы для тех, кто пока не определился с будущей профессией. Тема актуальная. Совсем скоро выпускникам Люберецких школ предстоит выбор, куда поступать. Очень много заинтересовалось именно абитуриентов. У нас 15 апреля будет последний в этом году завершающий день открытых дверей в 15.00, поэтому ждем всех. Мы готовим по трем направлениям. Это сестринское дело, это лечебное дело фельдшера и фармацевты. В этом году мы также открываем сестринское дело, очно-заочно, на базе 11 классов. По данным Люберецкого центра занятости, уровень безработицы в городском округе пошел на спад и вернулся к допандемийным показателям. Сейчас статус безработных имеют 630 жителей муниципалитета. Еще в начале года эта цифра составляла 1090 человек.